Доброе утро! Газификация, бесплатная газификация и догазификация. Это все одно и то же. В апреле 2021 года президент Российской Федерации поручил подвести газ к домам, которые находятся в газифицированных населенных пунктах. Соответственно, в сентябре уже вышло постановление 1547, в котором отражено новое правило подключения газораспределительным сетям. То есть с сегодняшнего дня жители городов, поселок могут обратиться в пункты приема документов и поучаствовать в программе догазификации. Еще хотелось бы отметить такой момент. Многие считают, что программа догазификации продлится до конца 2022 года. Это не так. Если по какой-то причине жители не смогли обратиться в этом году, у них есть возможность также обратиться и в следующем. То есть президент изменил законодательство без временного ограничения и далее уже также будет действовать эта возможность. Ну теперь к цифрам. Сколько стоит подвести тот самый нужный газ к дому? В соответствии с новыми правилами, подвод газа до участка домовладения осуществляется бесплатно. Что касается прокладки газовой трубы, далее разводки внутри дома и приобретения газоиспользующего оборудования, это уже осуществляется за счет потребителей. Примерную стоимость можно подсчитать на сайте единого оператора в калькуляторе. Точную стоимость вам скажут только в газораспределительной компании. Что касается вообще стоимости, на нее влияют такие факторы, как протяженность, объем строительных работ и также само газовое оборудование, которое вы выберете. По цифрам, примерно минимальный старт по работам Пахма уйдет от 93 тысяч рублей. И, соответственно, газовое оборудование от экономного варианта, это 37 тысяч рублей, и до премиум 104 и выше, в зависимости от квадратуры дома. Еще хотелось бы подчеркнуть такой момент. При подаче заявки на газификацию в компании можно выбрать в ГРО комплексную услугу, чтобы компания занималась уже строительством и внутри участка. Стоимость будет по государственным расценкам в соответствии с комитетом по тарифам КМАУ. Так, а кто имеет право принять участие в этом проекте, в этой программе? Да, до газификации в соответствии есть особые условия. Первый из этих условий дом должен находиться в газифицированном населенном пункте. То есть там уже должны быть внутри поселковые, внутри городские газораспределительные сети. Второе условие – должно быть зарегистрировано право на собственность. То есть при подаче заявки необходимо уже будет предоставить свидетельство о праве собственности и институционный план. И третье условие – газ должен использоваться в домашних условиях, предпринимательскую деятельность до газификации не затрагивать. А вот сады, вот эти огороднические товарищества, они будут вообще догазифицированы? Да, садоотческие, огороднические, некоммерческие товарищества также принимают участие в догазификации. Условием является нахождение в границах населенного пункта. Подвод газораспределительной сети к таким нововладениям будет производиться до границ этого товарищества. То есть подается коллективная заявка от жителей, газораспределительная сеть подводится до границы, а внутри уже сеть строится за счет заинтересованных. А есть ли какая-то социальная поддержка на проведение работы? С 1 января 2022 года размер частичного возмещения на газификацию жилого дома составит, подчеркну, для отдельных категорий граждан, составит 70% от понесенных расходов, но не более 100 тысяч рублей. Более подробно ознакомиться, что это за категории, подходите ли вы, сможете ли вы воспользоваться этой социальной поддержкой. Можно с постановлением от 7 апреля 2006 года, оно так и звучит, постановление о частичном возмещении на расходы по газификации жилых домов отдельных категорий граждан. Ну а информация, собственно, как доносите информацию до собственника? В конце 2021 года во все домовладения, подчеркну, во все, были разосланы информационные буклеты, заявления. Также производились и производятся обходы домовладений силами администрации муниципальных образований. Ну и, соответственно, постоянно публикуется информация в группах в Инстаграме, ВКонтакте, на сайте департамента жилищно-коммунального комплекса, на сайте социальной до газификации ЮГРЫ. То есть максимально пытаемся охватить жителей и донести эту информацию. Так, а где и с кем можно обсудить этот вопрос до газификации? Куда обращаться? Да, житель может непосредственно обратиться в администрацию своего населенного пункта, также на сайт единого оператора, там предоставлена вся информация. На сайте департамента жилищно-коммунального комплекса в разделе социальная до газификации есть номера телефонов горячих линий по всем населенным пунктам, где проводится эта программа. Ну и, соответственно, на сайте социальной газификации ЮГРЫ. То есть и в офисе газораспределительной организации. Ну то есть по факту, при желании, да, до газификации и все там социальные сети, какие-то ресурсы, они в любом случае приведут к какому-то результату. Ну и вот так, буквально последний вопрос, чтобы мы понимали, есть какие-то цифры, вот сколько сейчас уже домов подключено? Да, в 2022 году нам было поручено газифицировать потенциал ЮГРЫ, он составляет 4600 домовладений. На сегодняшний день подключено около 70 домов и активно ведется работа по договорам, которые заключены. Их порядка 500 штук на сегодняшний день. Хотелось подчеркнуть, что у нас все готово. Мы активно принимаем, ждем заявки, строим газораспределительные сети и готовы подключать газ к домам. Ну что же, домовладельцы, welcome, дерзайте. Все понятно? Все понятно. Теперь мне осталось только одно. Купить дом. Купить дом. Ну да ладно, это уже другая история. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Что пришли, что рассказали, доброго бодрута. Желаем вам с гостей. Прощаемся, а с вами живем все 2-2,5 до газифицированных минут. Дождитесь. Субтитры сделал DimaTorzok